Я вернусь к своему выступлению в первой части. Никакого сравнительного анализа, кто лучше, Яценюк или Гройсман, нет. Когда год назад часть коалиции и часть парламента кричала о том, какой плохой Яценюк, и вот надо его поменять на Гройсмана, то первое, что сделал Гройсман, это повысил тарифы на газ в разы, опередив требования МВФ. И на сегодняшний день, рассказывая про то, что миллиардные прибыли у «Нафтогаза», они платятся за счет простых украинцев. Когда рассказывается о том, что мы не покупаем российский газ, это вранье. Мы покупаем российский газ, только покупаем его в Европе, втридорого, переплачивая, опять же, за счет простых украинцев. Когда говорится о том, что давайте не лицемерить, давайте не лицемерить, и у нас нет бесплатной медицины, тогда давайте, уважаемые друзья, поменяйте конституцию, скажите людям, что вы хотите изменить конституцию, забрать норму о бесплатной медицине и жить тогда по-другому. Одну секундочку. Никакой разницы между... В этот парламент пришли пять партий, которые дали возможность господину Яценюку сделать все то, что он сделал. Потом три партии из коалиции отошли, потому что рейтинг Яценюка был на нуле. Потом две сделали перестановку, чтобы хоть как-то выпустить пар у общества. Ничего не поменялось. Страна живет, падает просто в бездну. То, что сейчас происходит в отношении Насирова и Гонтарева, попытка ареста Насирова и обыски у Гонтарева, это говорит не о... И ее там вроде заявление или не заявление об отставке. Это говорит не о борьбе с коррупцией, это говорит о серьезных противоречиях во властной верхушке. И когда говорится... Мы сегодня говорили там об иностранных инвестициях, даже в самое спокойное время уровень иностранных инвестиций, это был фактически индикативный показатель, показывающий здоровье нашей экономики и так далее. Все основные вложения и рост ВВП достигался за счет кредитных вложений украинской банковской системы. А деньги в украинской банковской системе брались у бабушек, у простых вкладчиков и мелких вкладчиков. На сегодняшний день... На сегодняшний день... Сергей, не жлобитесь, пожалуйста. Не жлобитесь, Сергей. Вы приличный человек, вроде в очках и заниматель жлобством. Я закончу свою мысль. Я закончу свою мысль. Кроме украинской банковской системы никто не в состоянии был даже в спокойные годы обеспечить рост ВВП. То, что сделано с украинской банковской системой, это преступление. И это преступление пытаются покрыть и сказать, что все прекрасно и так далее. Без того, чтобы провести досрочные парламентские выборы, чтобы с политической аренды ушли это правительство, этот парламент и этот президент ничего в Украине не изменится. От того, что вы будете менять каких-то личностей, от того, что вы будете менять министров, от того, что вы будете рассказывать людям из телевизора, как он хорошо живется, ничего в Украине не поменяется. Пока. Пока.